Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем наше утреннее вещание и с вами в студии Мадина Лайпанова. Сегодня мы обсудим очень важную и животрепещущую тему, но прежде чем мы перейдем к ней, я предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. В Харачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14, температура ночью 12-17, в горах до плюс 10, днем 25-30 градусов тепла и местами до плюс 21. В северных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14, температура ночью 15-17, днем 28-30 градусов тепла и высокая пожароопасность. Сегодня у нас в гостях государственный инспектор управления госавтоинспекцией МВД по Карачаево-Черкесской республике Заур Капышев и госавтоинспектор по Малокарачаевскому району Казбек Узденов. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Рады вас видеть сегодня у нас в гостях. У нас сегодня такая очень серьезная тема, которая наверняка касается не только водителей нашей республики, но и, наверное, пешеходов в том числе. Тема звучит так, как факторы, отвлекающие при управлении транспортным средством. Достаточно такая, может быть, для обывателя немного размытая тема, но, тем не менее, для вас, как для сотрудников, я думаю, это каждодневный такой труд, с которым вы ведете такую работу. Давайте, наверное, расскажем нашим телезрителям, что относится в принципе к таким факторам, что может повлиять на то, чтобы человек отвлекся от управления. И дальше уже, наверное, расскажем о случаях, которые у нас происходят в республике. Здравствуйте, еще раз. Да, действительно, очень такой серьезный момент касаемо ситуации, когда водитель отвлекается на какие-то различные факторы. И впоследствии случаются, к сожалению, и дорожно-транспортные происшествия, в том числе с тяжкими последствиями, с летальным исходом. Факторы бывают различные, но самый такой, наверное, основной, самый такой распространенный, это отвлечение на сотовый телефон. У нас, понятное дело, век технологий сейчас, нет людей практически, наверное, тех, которые не пользуются сотовыми телефонами. К сожалению, есть случаи, когда водители, управляя транспортом, отвлекаются на свои сотовые телефоны, на планшеты. Это очень такая серьезная, конечно, тема. Хочется обратиться к нашим водителям, чтобы они не отвлекались на эти телефоны, ввиду того, что достаточно одного мгновения, одной секунды, чтобы ты потерял контроль над управлением транспортом. То есть, отвлекаясь на телефон, ты сразу же, конечно же, теряешь контроль и можешь потерять, скажем, грубо говоря, дорогу. Если ты будешь, это вне зависимости от того, будешь ехать ты на федеральной автодороге или это будет в рамках городской черты. Ну, будем откровенны, такое может даже произойти без сотового телефона. Если еще и сотовым, то там увеличиваются риски, наверное, раз в сто. И очень много у нас, кстати, дорожно-транспортных происшествий, и в этом году, в частности, вот если мы берем первые полгода, полгода 24 года, именно ДТП, когда осуществляется у нас съезд дороги. Как понимаем, как правило, это нарушение скоростного режима и, естественно, также отвлекающий фактор. Вот, также часто отвлекаются у нас люди на разговоры с пассажирами, да, которые имеются в салоне. Повернулся такой назад, да? Повернулся назад, опять же, да, достаточно одной-двух секунд, чтобы потерять контроль. То есть, особенно если мы берем плохие погодные условия, да, неблагоприятные, если дорога мокрая, скользкая, это очень такой тоже щепетельный момент. И лучше, конечно, вообще, в принципе, если даже погода хорошая, позволяет, да, конечно, этого не делать. И это вот, мы говорим о том, что там поворачиваешься в сторону, там, назад смотришь или смотришь направо на пассажира, который впереди сидит на пассажирском кресле. Вообще, в принципе, не рекомендуется отвлекаться даже на разговоры. Пускай, ну, бывают разные ситуации. Возможно, какая-то тема щепетильная, какая-то серьезная тема для разговора, да, у пассажиров. Лучше все-таки переждать или их попросить, чтобы они потише себя вели, да, пассажиров своих, вот, чтобы они им не мешали. И потом, как если действительно этого водителя тема затрагивает, и он, конечно, может эмоционально на эмоциях, может, да, где-то отвлечься, опять же, и не совладать с управлением, да, автомобильным. То есть вы рекомендуете супругам не выяснять отношения все-таки в машине, да? Да, главное, все-таки этого не делать, лучше, да, сделать это дома или же отъехать куда-нибудь, встать в место, где разрешается встать, уже там потихоньку обсудить. Потому что, ну, понятно, что дело, что мы все люди, бывают различные ситуации жизненные, но все-таки это очень важно ввиду того, что, не отвлекаться, ввиду того, что ты обеспечиваешь не только свою жизнь, безопасность, да, ты должен думать за жизнь, здоровье и других участников дорожного движения, и тех людей, которых ты перевозишь, и тех людей, которые вообще, в принципе, к тебе отношения не имеют, они просто едут по своим делам или переходят через прежнюю часть, опять же, занимаясь там своими делами, да, человек, который вообще отношения к тебе не имеет, чтобы он от этого не пострадал. Ну, то есть одно дело, когда человек, извините, сам съехал с дороги, а другое дело, если он кого-то, грубо говоря, забрал с собой, да, получается? Может, такая ситуация возникнет, что ты, как вы говорите, не только сам пострадаешь, а заберешь с собой еще и другого человека. Ну, опять же, это все, конечно же, зависит от человека, мы не говорим, что все у нас такие люди, что все отвлекаются, тем не менее, хотим такое снова напоминание сделать. Ну, на самом деле, это часть нашей жизни, я даже замечаю, когда бывает, что в такси, бывает, едешь, и водитель спокойно пользуется телефоном. Что интересно, на замечание о том, что будьте так добры, не лазьте в телефоне, пока я сижу в вашей машине, многие с непониманием относятся к данному замечанию. Вот, мне кажется, все-таки здесь нужно вести активную работу с нашей ментальностью и с восприятием. То есть, если где-то вы видите нарушение, нужно подумать о своей безопасности, в первую очередь, как пассажира, и все-таки не бояться делать замечания. Если вдруг человек не реагирует... Конечно, нужно подсказывать друг другу в любом случае. Как минимум, нужно друг другу подсказывать. Это касается не только факторов, отвлекающих водителя от управления транспортным средством, это вообще, в принципе, касается всех правил дорожного движения, соблюдения правил дорожного движения. Скорость, да. Да, и если ты едешь в качестве пассажира в салоне автомобиля, тоже необходимо, я считаю, что если ты видишь, что водитель нарушает скоростной режим, подскажи ему, чтобы он не нарушал скоростной режим. Это все вместе приводит к тому, что случаются вот такие непоправимые последствия. Нужно... Комплекс нарушений может привести к этому. Также и касаемо применения ремней безопасности. Если мы берем детишек маленьких, чтобы они в обязательном порядке были пристегнуты специальными водирующими устройствами, об этом нужно напоминать друг другу. И, знаете, вот такую профилактику тоже стараемся проводить на маршрутах патрулирования, работая именно, знаете, вот с детишками, которые у нас в отрядах, которые у нас вот являются участниками, именно стараясь сделать упор на том, чтобы именно дети разговаривали с водителями. То есть это к тому, что если взрослый слышит от ребенка такой вот момент, да, если он понимает, что ему напоминает, где-то ему даже чему-то учит ребенок, конечно, у него уже, ну, как крайне мере, мы так считаем, что да, скорее всего, большинство должно как-то среагировать. Кстати, возможно, кто-то, кому-то будет стыдно от того, что он вот сейчас нарушил правила дорожного движения, то, что, особенно, когда касается дела ребенка, да, что он перевозит, особенно, понимая, что это его, да, даже какая разница, чей это ребенок, ребенок это... Я бы хотела подсказать вам такой лайфхак, может быть, мне кажется, вы могли бы это внедрить, вот когда вы останавливаете водителя, показывать ему самые жуткие фотографии аварий с участием детей, и говорить, ты так же и не хочешь, да, вот, пожалуйста, веди себя нормально. Мне кажется, это будет иметь больше эффекта, когда человек реально глазами увидит. Потому что на словах это на словах, пока вот не увидишь и не почувствуешь, мне кажется, эмоционально. Тоже верно, тоже верно, конечно. Поэтому это так же на любые другие аварии, скоростной режим нарушили, смотри, что бывает. Вот и у себя, и на официальной странице в Телеграм-канале мы тоже публикуем, когда у нас случаются вот такие неприятные аварии, то есть это, опять же, факт случился уже, ничего не поделаешь с этим, но чтобы в дальнейшем предупредить это, чтобы подобных случаев у нас не было, мы стараемся водителям показать, какие могут быть тяжкие последствия, то, о чем вы говорите, чтобы человек, увидев даже те же фотографии, где скореженное транспортное средство, половина там у него, да, не осталось ничего от него, чтобы человек уже, видя это, понимал, что все-таки нужно тот же скоростной режим соблюдать и вреднями безопасности пристегивать себя и маленьких детей. Мне кажется, еще хорошим помощником вот в вашем деле было бы все-таки общественное мнение, потому что зачастую, опять-таки, монитория социальной сети в силу своей работы, я тоже замечаю часто, что когда выставляется какая-то авария, к примеру, да, и есть люди, которые говорят, ну, такое могло случиться с каждым, давайте не будем осуждать, мне кажется, это не совсем правильно, потому что такое может случиться только с человеком, который нарушает правила дорожного движения. Кто-то же является виновником. Да, вот кто-то, вот касательно тех, кто виноват, и поэтому мне кажется, что общество должно порицать то, когда мы нарушаем эти правила. А когда в социальных сетях говорят, что это круто, даже недавний случай, когда, да, там поднимались по лестницам на зеленом острове, вот машина, да, и кто-то писал о том, что... Есть товарищи, которые это поддерживают, да, это очень неприятная ситуация. Очень неприятная, да, мне тоже кажется, что это немного вот нам все-таки нужно объединяться в этой работе. Только всем вместе. Да, касательно вот факторов отвлекающих внимания. Хорошо, это телефон, это эмоциональные разговоры и выяснения отношений. Мы поняли, что еще может повлиять на отвлечение. Это, ну, если мы берем телефон, еще есть наушники, конечно, тоже такой популярный такой. А вот подскажите мне, пожалуйста, вот наушник, который гарнитур, да, я так понимаю, когда ты разговариваешь по телефону, запрещено сегодня законом пользования за рулем? Вот можно человеку, ну, понятно, в руке нельзя держать, а так же вроде как на громкой связи вроде как можно. Ну, естественно, если ты телефоном не пользуешься, пока что, по крайней мере, законодатель этого не предусматривает. Но это все равно может отвлечь человека, да? Конечно, это все, лучше вообще к этому, если нужно тебе поговорить по телефону, лучше становись в положенном месте, уже спокойненько поговори, уже потом дальше поедешь по своим делам, лучше не рисковать. Также, ну, касаемо наушников тоже, да, мы уже сказали, что лучше, конечно, не отвлекаться на них. Это касается, кстати, у нас хочется немножко чуть-чуть от тем отойти к пешеходам, к нашим тоже хочется обратиться. Головная боль многих водителей. Потому как, ну, к сожалению, не все у нас переходят дорогу, проезжую часть в местах, где это разрешено. Есть случаи, когда в небозримой близости от пешехода есть пешеходный переход, он его видит. Это непонятно. Ему сложно, возможно, где-то там, ну, ввиду не знаю каких причин перейти, там, буквально там 5-10 метров, да, и он переходит рядом с этим пешеходным переходом. Пожалуйста, этого делать не нужно. И очень важный такой момент, опять же, да, касаемо факторов, которые отвлекают. Если вы подходите к проезжей части, обязательно, пожалуйста, да, хочется ко всем пешеходным обратиться, убирайте все свои всевозможные гаджеты, сотовые телефоны, те же наушники, потому что они отвлекают вас. Уже убедившись, что у вас ничего нет, ничего вас не отвлекает, уже спокойненько посмотреть по сторонам, налево, направо, убедившись, что транспорта проезжающего нет или вас пропускает автомобиль. Только в этом случае спокойно переходить. Опять же, тоже случаи, да, есть такие, когда человек отвлекается на сотовый телефон, ну, все мы это видим. Хотелось бы сказать про водителей, у нас не всегда пропускают на пешеходном переходе, а тут как бы ты недалеко идешь, там вообще 50 на 50, скажем так, как повезет. Хватает у нас нарушителей, как и пешеходов, так и водителей. Стараемся работать с категорией и водителей, и пешеходов, именно проводя профилактическую работу, не сели, чтобы кого-то наказать, прежде всего, чтобы человека предупредить о том, что в дальнейшем, если ты выйдешь подобного рода правонарушения совершать, могут случиться вот такие-то, такие-то тяжкие последствия. Опять же, на примере печальном, который есть, да, на опыте печальном. А скажите, пожалуйста, может быть, вот, к примеру, у нас бытует мнение, что водитель всегда виноват, если это касается пешехода, да, даже если пешеход нарушил. А может ли быть такое, что пешеход вот реально вышел с телефоном, и вот случилось ДТП? Может ли такое быть, что пешеход виноват, именно официально? Конечно, случаи бывают различные, там необходимо будет устанавливать, да, там экспертизу нужно будет назначать, нужно будет смотреть именно, опять же, со стороны водителя, с какой скоростью он двигался, вот, нарушал ли он скоростной режим, мог ли он предотвратить это происшествие наезд на пешеход, мог ли он остановиться. Выскочил ли пешеход реально? Да, и уже дальше смотреть по пешеходу, в каком месте он переходил для начала, нужно разобраться вообще изначально, то есть, положено, не положено. Были рядом пешеходный переход, то есть, мог ли он перейти через пешеходный переход, То есть смотрит, необозримую близость, если вид пешеходного перехода, он должен пройти через него. Если его нет, то, конечно, необходимо переходить уже, смотреть по сторонам. И уже исходя из этого, будет назначаться замеры, если случается ДТП, соответствующиеся замеры, вся эта информация, все это собирается, материал, уже будет потом назначаться экспертиза при необходимости. Вот экспертиза уже, конечно, потом покажет, кто виноват. Есть случаи, конечно, когда водитель не виноват. Как вот вы говорите, что, возможно, выскочил совсем неожиданный пешеход. Но это все только экспертиза пока что. Да, конечно, такое тоже бывает. Ну, то есть пешеходные тоже должны понимать, что они тоже могут нести ответственность. Конечно, конечно. Даже если вы пострадали. Естественно. Не нужно серьезно относиться к своим обязанностям и пешеходам в том числе. Заур, ну, сегодня у нас вот так же присутствует гособистоинспектор Малокарачаевского района. Давайте, наверное, немножечко все-таки расскажем нашим телезрителям, какая работа ведется в вашем районе в данном направлении. И как боретесь с тем, чтобы водители не отвлекались на различные гаджеты и так далее. Ну, у нас так же, как было в всей республике, ведется профилактическая работа с участниками дорожного движения. На основе бесед там бывает и штрафуем. В пользование телефоном входит кодекс, есть отдельная статья. На маршрутах патрулирования проводятся мероприятия, вот они тоже задействуют и водителей, и пешеходов, стараются с ними беседовать. По детскому дорожному транспортному травматизму также они очень серьезную работу проводят. Есть тоже кое-какие проблемы в этом направлении, стараются общаться и с родителями, в том числе посещая во время учебного года, посещая и родительские собрания. Работа ведется. А у вас в районе есть вот такие отряды, скажем так, госавтоинспекции, да? С ними какая работа? Да, с юных инспекторов. Они с нами с удовольствием сотрудничают, выходят с нами на дорогу, там тоже ведут профилактические беседы с водителями, так и с пешеходами. А много деток вообще у вас таких? Как? Много деток у вас вообще таких? Ну, я имею в виду... 190 детей. До 200-то почти немало. С каждой школы по 4 ребенка. Раздаем печатную продукцию, там, бывают там, детишки в школах пишут письма водителям, раздаем, ну, обращение водителям, тоже эффективно. Тоже действенную, читаем тоже метод, конечно. А так, как во всей республике, тоже ведем активную работу. А скажите, пожалуйста, вот если водитель съехал с дороги, так получилось, он отвлекся на телефон, какие-то последствия есть административные в его отношении? Конечно. Просто к вопросу о том, что вы говорите по поводу того, что штраф там маленький. Тут, да, возможно, ментально человек думает там где-то, да, штраф небольшой. Нужно, прежде всего, думать о безопасности. Вот опять же хочется обратиться. Думать не только о себе, о других участниках дорожного движения, о том, что может случиться, если с тобой случится какая-то беда. Как потом будут родные ваши, близкие к этому будут. Как они это все воспримут, как они с этим дальше будут жить. Нужно думать об этом, прежде всего. Потому что выезжая в дорогу, садясь за руль, это всегда ответственность. Огромная ответственность. Даже если тебе нужно проехать там один переулок, через переулок проехать, это очень серьезная ответственность. Нужно каждому начинать с себя, то есть друг другу нужно об этом постоянно напоминать и помогать. Поддерживать друг друга. Если ты видишь, что у тебя состояние не соответствует норме, да, если ты где-то приболел, возможно, да, тоже не нужно садиться за руль, не нужно рисковать. Лекарства какие-то принимаешь, да? Да, конечно, лучше вызовите такси, просите кого-нибудь из родственников, из близких, друзей, чтобы вас отвезли. Все это может сыграть. Знаете, зачастую вот когда я вижу информацию о том, что произошла авария, я вот часто задумываюсь о том, что это ведь была всего лишь секунда. Это секунда, где кто-то поторопился, кто-то переехал, может быть, как-то на красный или еще что-то газону. И вот мне кажется, что вот в такие моменты действительно за рулем нужно думать о том, что бывает такое, что ты опаздываешь, ты злишься, что везде красный свет, ну почему же так? Так, ну, может быть, все-таки нужно немножечко думать о том, что, значит, так должно быть, надо не спешить расслабиться. Мне кажется, дорога вообще не терпит спешки, особенно в черте города вообще. Дорога ошибок не прощает, это точно. Если мы берем, в основном это касается женского пола, что прекрасного пола, больше, да, ну, наверное, тоже встречаете, видите, наверное, такое на дороге. Дорогие дамы, не красьтесь за рулем, пожалуйста. Да, не нужно, но все-таки это нежелательно. Вы и так красивые, все. Да, и так все красивые, все нам нравитесь, мы вас всех любим. Пожалуйста, тоже вот обращение к девушкам, к женщинам, чтобы они не отвлекались на всевозможную эту косметику свою, чтобы где-то в зеркало посмотреть тоже лишний раз лучше не надо, лучше аккуратнее. Смотрите на дорогу, да? Да, смотреть на дорогу и не отвлекаться, вот, чтобы не было непоправимых последствий, чтобы потом избежать. Мы сегодня неоднократно сказали о том, что нужно работать с менталитетом нашим, да, местным. Вот как вы думаете, какие меры могли бы помочь как-то повлиять на наше население? Это, ну, изначально вообще нужно заниматься этим дома, начиная, дома, это должна работа проводиться профилактическая, где человеку, ребенку маленькому, да, еще с малых лет, чтобы ему доводили о том, что вот так делать можно, вот так делать нельзя, вот так законодатель запрещает, вот это хорошо, вот это плохо. И не сажали за руль маленьких детей, да? Да, в том числе, да. Это и с детских садов, со школы, это в доме должны родители объяснять, те же воспитатели в детских садах должны постоянно об этом говорить ребятам, постоянно должно это и в школах должно, соответственно, мы должны работать постоянно. Совместно с общественными организациями, с общественными ведениями мы должны вместе вот в этом направлении работать, именно беседовать с ребятами, вот как вы говорили ранее, показывать им вот те же самые жуткие, кадры жутких последствий с ДТП, чтобы они видели, как, каково это на самом деле, к чему может привести даже самая глупая ошибка, казалось бы, да, там, тот же отвлекающий манево, тоже нарушение скоростного режима. Вот, и если мы с малых лет это будем делать, конечно, мы это делаем, но с большими усилиями, то есть, насколько можно чаще нужно об этом повторять и доводить об этом ребятам, и как можно больше проводить мероприятий. И вот, как я говорил ранее, то, что мы стараемся проводить мероприятия с детишками нашими, в том числе и с помощниками нашими юными юидовцами, когда взрослый видит, что с ним, ему об этом рассказывает на такой серьезной волне ребенок, да, который действительно видит, что он серьезно к этому относится и говорит это вот от души, понимая, о чем он говорит. Взрослый человек должен задуматься в этой ситуации уже, возможно, в следующий раз он уже будет думать своей головой, не будет таких проступков больше совершать. Именно профилактика. Профилактика, она основывается на работе, которую проводят все вместе, совместно. То есть, насколько можно больше, если мы будем людей в это вовлекать, и человек уже тогда начнет понимать, что действительно это очень серьезно, и могут последствия быть очень серьезными, если не соблюдать правила дорожного движения. Заур Казбек, хотелось бы поблагодарить вас за сегодняшнюю беседу. Мне кажется, она была не просто полезной, а, наверное, раскрывающей многие грани вообще управления транспортным средством. Я желаю успехов в вашей работе, надеюсь, что меньше будет вызовов на действительно какие-то страшные ДТП, а больше будет выездов именно с детками, и будете вести больше профилактических бесед. Спасибо. Удачи. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь и хочу напомнить, что дорога не прощает ошибок, поэтому будьте всегда внимательны. Желаю вам хороших выходных и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok